Доклад начальника разведуправления Генштаба Красной Армии генерал-лейтенанта Голикова в Народный комиссариат обороны СССР, Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ Высказывания, оргмероприятия и варианты боевых действий германской армии против СССР 20 марта 1941 года Большинство агентурных данных, касающихся возможностей войны с СССР весной 1941 года, исходят от англо-американских источников, задачей которых на сегодняшний день, несомненно, является стремление ухудшить отношения между СССР и Германией. Вместе с тем, исходя из природы возникновения и развития фашизма, а также его задач, осуществление заветных планов Гитлера, так полно и красочно изложенных в его книге «Моя борьба», Краткое изложение всех имеющихся агентурных данных за период июль 1940-март 1941 года заслуживает в некоторой своей части серьезного внимания. За последнее время английские, американские и другие источники говорят о готовящемся якобы нападении Германии на Советский Союз. Из всех высказываний, полученных нами в разное время, заслуживают внимания следующие. Первое. Геринг якобы согласен заключить мир с Англией и выступить против СССР. Второе. Японский ВАД, военный Атташе, передает, что якобы Гитлер заявил, что после быстрой победы на Западе он начинает наступление на СССР. Третье. В Берлине говорят о каком-то крупном разногласии между Германией и СССР. В связи с этим в германском посольстве говорят, что после Англии и Франции наступит очередь СССР. Четвертое. Турецкая газета «Сонпоста» сообщает, что германский, командующий войсками в Австрии, обращаясь к войсковым частям, заявил, что главным врагом Германии являются русские, и что на германских солдат может быть возложена задача еще большего расширения границ Германии. Пятое. Американский посол в Румынии в своей телеграмме в Вашингтон сообщает, что Джигуржу имел беседу с Герингом, в которой последний сказал, что если Германия не будет иметь успеха в войне с Англией, то она вынуждена будет перейти к осуществлению своих старых планов по захвату Украины и Кавказа. Шестое. Германский ВАД высказал, что после окончания войны с Англией немцы помогут Финляндии получить обратно потерянную территорию. Седьмое. Гитлер намерен весною 1941 года разрешить вопрос на Востоке. Восьмое. В беседе с югославским ВАД в Москве последний говорил, что Финляндия – это зона интересов СССР. Недавно советник германского посольства в Москве Пильгер прямо сказал, что финны храбро дрались зимой, и они их русским не отдадут. За последнее время немцы подстрекают финнов против русских. Финны уже поговаривают о том, что граница с СССР еще не окончательная. Посмотрим, что будет после заключения мира в Европе. Первое. Югославский ВАД считает, что среди немцев имеются два течения. Первое. СССР в настоящее время слаб в военном и внутреннем отношениях, и настаивают на том, чтобы использовать удобный момент и вместе с Японией покончить с СССР. Второе. И освободиться от пропаганды и от домоклого меча, висящего все время над Германией. Второе. СССР не слаб. Русские солдаты сильны в обороне, что доказано историей. Рисковать нельзя. Лучше поддерживать с СССР хорошее отношение. Девятое. Английские и французские журналисты утверждают, что в Германии происходит какая-то расстановка сил. В Стокгольме велись переговоры между Германией и Англией. Представителем от Англии был Ллойд Джордж, но эти переговоры ни к чему не привели. Греческий журналист сообщил, что в Мадриде в июле 1940 года имели место переговоры между Германией и Англией, и что Германия недовольна СССР, так как последний предъявляет какие-то новые требования. Десятое. Данные Германии и Италии гарантия границы Румынии направлены исключительно против СССР. Эти гарантии дополнены военным соглашением между Германией и Румынией. Этими гарантиями проникновению СССР на Балканы будет положен конец. Одиннадцатое. Министр иностранных дел Румынии Струдзо старался убедить Гантера внести предложение Рузвельту о мире между Германией и СССР. Гитлер хочет мира, так как его терпение к СССР почти истощилось, и что СССР полностью будет подготовлен к войне только в 1942 году. Он же сказал, что неофициально мирные переговоры ведутся в Стокгольме, Мадриде и Ирландии. Двенадцатое. Среди немецких офицеров ходят слухи о том, что в феврале 1941 года, в своем выступлении в спортпаласе на выпуске офицеров, Гитлер сказал, что у Германии имеются три возможности использования своей армии в 228 дивизий для штурма на Англию, наступления в Африку через Италию и против СССР. Тринадцатое. Столкновение между Германией и СССР следует ожидать в мае 1941 года. Источником подчеркивается, что это мнение высказывается как в военных кругах, так и в кругах Министерства иностранных дел. Никто не реагирует одобрительно на эти планы. Считают, что распространение войны на СССР только приблизит конец национал-социалистического режима. Это мнение высказывает и племянник Браухича, который занимает видный пост в Министерстве иностранных дел. Четырнадцатое. Шведский ВАД в подтверждение сведений о подготовке наступления на СССР весной 1941 года подчеркнул, что сведения получены от военного лица и основаны на сугубо секретном приказе Гитлера, который известен ограниченному кругу ответственных лиц. Руководитель Восточного отдела Министерства иностранных дел Шлиппе сказал, что посещение Молотовым Берлина можно сравнить с посещением Бека. Единомыслие достигнуто не было ни в вопросе о Финляндии, ни о Болгарии. Подготовка наступления против СССР началась значительно ранее визита Молотова, но одно время оно было приостановлено, так как немцы просчитались в своих сроках победы над Англией. Весной немцы рассчитывают поставить Англию на колени, развязав тем самым себе руки на востоке. Шестнадцатое. Для борьбы с Англией достаточно тех сил, которые сосредоточены на канале, а остальные силы свободны для борьбы против СССР. Выступление необходимо для того, чтобы создать ясность на востоке и ликвидировать постоянную опасность того, что СССР может выступить на стороне Англии, а также захватом Украины обеспечить Европу продуктами питания. Из наиболее вероятных вариантов действий, намечаемых против СССР, заслуживают внимания следующие. Первый. Вариант номер один по данным анонимного письма, полученного нашим полпредом в Берлине, от 15 декабря 1940 года. Основное направление удара. А. От Люблина по Припяти до Киева. Б. Из Румынии между Яссой и Буковиной в направлении Тетерев. Из Восточной Пруссии на Мемель, Виллинг, река Березина и далее вдоль Днепра на Киев. Второй. Вариант номер два по данным КОВО, Киевский особый военный округ, от декабря 1940 года. Три главных направления удара. А. Из Восточной Пруссии в направлении Литвы, Латвии и Эстонии. Этот удар имеет те преимущества, что Литва, Латвия и Эстония сразу же становятся союзниками Германии. Кроме того, Финляндия сразу же присоединяется к Германии, чтобы отнять забранную территорию. Б. Через Галицию и Волынь. Эта группа войск будет иметь поддержку украинцев и войск из Румынии, которая будет стремиться захватить отобранную у нее территорию. Группа войск второго и третьего направлений окружает войска противников Малопольши. На остальном участке наносятся вспомогательные удары на фронтальном направлении с целью очищения всей остальной территории. На востоке СССР будет связан с Японией, что является для Германии плюсом, так как противник должен создать сразу два фронта, а поэтому концентрация его сил против Германии невозможна. Третий. Вариант номер три по данным нашего агентурного донесения на февраль 1941 года. Для наступления на СССР создаются три армейские группы. Первая группа под командованием генерал-фельдмаршала Бок наносит удар в направлении Петрограда. Вторая группа под командованием генерал-фельдмаршала Рунштуд в направлении Москвы. И третья группа под командованием генерал-фельдмаршала Леп в направлении Киева. Начало наступления на СССР ориентировочно 20 мая. Кроме этих документов, по данным других источников, известно, что план наступления против СССР будет заключаться в следующем. А. После победы над Англией Германия, выступая против СССР, предполагает наносить удар с двух флангов. Охватом со стороны севера, имеется в виду Финляндия, и со стороны Балканского полуострова. Б. Коммерческий директор германской фирмы Тренча Майена Лимитад заявил, что нападение на СССР произойдет через Румынию. Для этого Германия строит шоссе из протектората через Словакию в Венгрию с целью переброски войск к советской границе. Венгрия и Румыния разрешили Германии пользоваться всеми путями сообщения для переброски войск, а также разрешили ей строить новые аэродромы, базы для мото-мехчастей и склады для амуниции. Венгрия разрешила Германии пользоваться частью своих аэродромов. Все румынские войска и военно-технические сооружения находятся в распоряжении германского командования. В. Югославский военный Атташе Смидович заявляет, что, разрешая балканский вопрос, трудно представить, куда немцы направят свое острие, но он лично убежден, что все это предшествует нападению на СССР. Сам факт выхода немцев в Дарданеллы является прямым актом против СССР. Вообще Гитлер никогда не изменял своей программе, изложенной в книге «Моя борьба», и эта программа является основной целью войны. Дружбой Гитлер пользуется как средством, дающим ему возможность решить задачу переустройства Европы. Г. По сообщению нашего ВАД от 14 марта, в Румынии упорно распространяются слухи о том, что Германия изменила свой стратегический план войны. В разговоре с нашим источником немецкий майор заявил, «Мы полностью изменяем наш план. Мы направляемся на восток, на СССР. Мы заберем у СССР хлеб, уголь, нефть. Тогда мы будем непобедимыми и можем продолжать войну с Англией и Америкой». Полковник Риошану, бывший товарищ министр в Румынии, в личной беседе с нашим источником сказал, что главный штаб румынской армии вместе с немцами занят сейчас разработкой плана войны с СССР, начало которого следует ожидать через три месяца. Немцы опасаются выступления СССР в тот момент, когда они пойдут в Турцию. Желая предупредить опасность со стороны СССР, немцы хотят проявить инициативу и первыми нанести удар, захватить наиболее важные экономические районы СССР и прежде всего Украину. Д. По сообщению нашего ВАД из Берлина, по данным вполне авторитетного источника, начало военных действий против СССР следует ожидать между 15 мая и 15 июня 1941 года. Вывод. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных вариантов действий весною этого года, считаю, что наиболее возможным сроком начала действий против СССР являться будет момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира. 2. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весною этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, быть может, германской разведки. Начальник разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии, генерал-лейтенант Голиков. Начальник разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии